В КФУ стоялось вручение дипломов МБИ выпускникам 2018 года. IT-конференция Java Day Cason – самое громкое событие для программистов. Более 100 магистров получили дипломы юридического факультета КФУ. В технопарке идея стояла заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Модератором встречи был ректор КФУ Гальшат Гафуров. В ходе совещания обсуждался вопрос о переходе вузов Татарстана к модели университета 4.0. Была затронута тема проведения с обучающими в вузе работы по профилактике их участия в несанкционированных протестных акциях, а также проведения мероприятий, направленных на вовлечение студентов в волонтерскую и патриотическую деятельность. Все подробности заседания Совета ректоров смотри в следующем выпуске, а мы продолжаем. В КФУ состоялось вручение дипломов магистрам делового администрирования. Подробнее в следующем сюжете. В Императорском зале Казанского федерального университета состоялось вручение дипломов МБА. Программа МБА подготавливает магистров делового администрирования. С приветственным словом на вручение дипломов выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Я очень рад, что сегодня в этом зале среди выпускников достаточно большое количество руководителей разного уровня, из аппарата президента, с кабинета министра, с нефтяной компанией, добрые наши партнеры энергетики и сетевая компания, и представители генерирующей компании. Поэтому сегодня уникальный день не только для вас, но и для вас. В Казанском федеральном университете программы реализуются в Высшей школе бизнеса и аккредитованы Международной ассоциацией MBA. Ассоциация MBA является одной из наиболее известных организаций по аккредитации в сфере бизнес-образования. Целью является подготовка менеджеров нового поколения, обладающих навыками эффективного управления бизнесом и адаптированных к современным условиям внешней среды. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Всем, кому интересна сфера программирования и языка Java, добро пожаловать на Java Day Kazan. Ежегодно эту конференцию организовывает Высшая школа IT с КФУ. Уже восьмой год подряд Высшая школа IT с Казанского федерального университета проводит IT-конференцию Java Day Kazan. Java Day – это день, посвященный именно технологии Java. Java, она себя заявила как надежный язык для разработки в разных сферах. В этом году площадкой проведения стал Центр современной культуры смена. Ежегодно на конференции собираются представители IT-сферы, а также все те, кому интересно узнать что-то новое по языку программирования Java. Это моя вторая IT-конференция. Я был на Java Day 7 в прошлом году. Я хочу получить какие-то направления в дальнейшем развитии. Здесь обсуждаются последние тренды языка Java. Общение проходит в очень свободной форме. Любой желающий может задать спикеру интересующий вопрос. А в качестве докладчиков на конференции выступают представители известных компаний. Сегодня выступает компания Мера. Она 29 лет на рынке разработки. Также сегодня выступает Центробанк России. Казалось бы, банк. Но дело в том, что у почти всех нормальных банков есть свой отдел разработки, который достаточно квалифицирован. Возрастных ограничений здесь нет. Поэтому помимо студентов, высшей школы и ТСКФУ участие принимают все желающие. Анна Глазунова, Леонардо Влесьяров, Универньюз. Студенты Елабужского института КФУ не отказываются от знаний даже летом. В лагере «Буревестник» организована смена для обучающихся. Подробнее в следующем сюжете. В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» началась профильная смена для студентов факультетов иностранных языков и математики и естественных наук Елабужского института Казанского федерального университета. Участниками смены стали 70 обучающихся. Мы надеемся, что вся смена пройдет у них очень весело, положительно. У них будет много-много эмоций и, естественно, впечатления, которыми они хотят поделиться потом со всеми нашими будущими первокурсниками и, конечно же, вернуться сюда, в наш лагерь «Буревестник». Смена для студентов факультета иностранных языков включает в себя проекты и квесты, творческие задания, коммуникативные игры, просмотр мини-фильмов и их обсуждения. Для студентов факультета математики и естественных наук преподаватели также подготовили научно-познавательную программу. Участники смены решают задачи по физике и математике, а также осваивают образовательную робототехнику. Помимо активного отдыха, лагерь «Буревестник» еще представляет программу обучения. Непосредственно проводятся с ними занятия со старшими преподавателями. И все это вкупе с активным отдыхом, со свежим воздухом, все это в лесу, это потрясающая атмосфера. Артем Тупичкин, Валентина Безбрязова, Денис Сипайлов, Универньюз. В КФУ состоялось вручение дипломов магистрам юридического факультета Казанского университета. Как это прошло и кто обретет новых с пылу жару юристов, мы узнаем в следующем сюжете. 13 июля в Казанском федеральном университете состоялась торжественная церемония вручения диплома выпускникам юридического факультета Казанского университета. Диплом об окончании магистратуры получили более 200 выпускников. Церемония вручения началась с гимна студентов, вступительных слов директора факультета Лилии Бакулиной и прошла в очень теплой и душевной обстановке. Диплом Казанского федерального университета, диплом юрфака – это возможность работать и себя проявлять в разных сферах, не только в юридическом. Несмотря на то, что конкурс на юридическую специальность очень большой, родители и их дети все равно выбирают юридический факультет Казанского федерального университета. Это подчеркивает значимость и престижность профессии. Дмитрий Леонтьев, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На базе концертно-спортивного комплекса КФУ «Уникс» и второго учебного корпуса КФУ продолжает свою работу приемная компания Казанского федерального университета. В этом году в КФУ планируется принять почти 13 тысяч первокурсников. 360 из них – это бюджетники Института физики Казанского университета. С 20 по 26 июля в Казанском федеральном университете проходит приемная компания. Более 40 тысяч студентов уже подали свои заявления. В этом году количество бюджетных мест в Институте физики КФУ увеличилось до 360. По буквалариату 259 бюджетных мест, значит, на сегодняшний день на эти 259 мест подано 2240 заявлений. То есть конкурс, с одной стороны, достаточно высокий, но для абитуриентов, я призываю, не больно от этого бояться. Магистратура у нас 101 бюджетное место, значит, то полный набор у нас 360 бюджетных мест. В состав Института входит порядка 16 кафедр, связанных с направлением подготовки не только физика и радиофизика, но и с медицинской физикой, инноватика, информационной безопасностью. Данное направление в этом году представлено как на ступени бакалавриат, так и специалитет. И в том, в другом направлении подготовки акцентируем свое внимание на аппаратных средствах, поскольку мы физики, мы не программисты. Естественно, мы пишем программы, чтобы наши приборы работали. Но, так сказать, естественно, мы специализируемся прежде всего на создании нового оборудования. У нас есть задачи, у нас много есть запатентованных новых идей, которые мы в этом направлении развиваем. Стоит отметить, что Институт физики КФУ активно участвует в крупных проектах не только как участник, но и организатор. Так, например, именно ученые Института физики КФУ принимали участие в разработке беспилотного КАМАЗа, который испытали впервые 8 мая на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. При участии Института физики Казанского университета происходит создание рентгеновской орбитальной обсерватории «Спектр рентген-гамма». Сейчас ученые, студенты и аспиранты КФУ занимаются подготовкой этого международного астрофизического проекта. Когда открывается на небе какой-нибудь рентгеновская история, вспыхивает сверхновая или что-то, то вот у Казанского университета есть полутораметровый телескоп в Турции. Главная наша задача сейчас – это то, что мы надеемся, что мы будем открывать миллионы новых источников рентгеновских, о которых никто не знает. Характерной чертой университетского физического образования является его широта и фундаментальность, позволяющая выпускнику института свободно и квалифицированно ориентироваться в любом из направлений. Это наши большие лаборатории, которые дают возможность студентам применить свои знания на практике. И это большой плюс для студентов как раз Института физики. Очень много талантливых преподавателей, с которыми приятно общаться не только на тему лекций или семинаров. Полностью погружались в процесс, и я написала за время учебы две статьи. Система высшего физического образования и научно-педагогические школы-институты получили мировое признание. Выпускники института легко находят в себе работу не только в нашей стране, но и в известных научных учреждениях других стран. 19 июля мы будем проводить еще один день открытых дверей. В 11 часов мы всех ждем на первом этаже Института физики. Мы вам ответим на ваши вопросы, покажем наши лаборатории, покажем наши возможности. И по каждому направлению подготовки руководители этого направления детально ответят на все ваши вопросы. Тианна Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok